Это значок Иверской общины, именной значок на обратной стороне, монограмма Ивана Павловича Олексинского. У всех врачей этой общины были именные значки, потому что случилось с ним что на поле боя, по нему, вот по этому именному значку можно было установить вообще о ком речь. В этой части экспозиция экспонаты из частной коллекции. Ее владелец, анестезиолог-реаниматолог Федор Семенов. Он потомок сразу двух знаменитых медицинских династий. Иван Олексинский был главным врачом Иверской общины сестер Милосердия. Владимир Розанов организовал протезное дело в России. Это была архиважная задача, потому что любое ранение в конечности, тяжелое, заканчивалось ампутацией. И для того, чтобы люди могли ходить, что-то делать, им нужны были протезы. Владимир Николаевич Розанов организовал протезное дело в Москве уж точно, но и во всей России. В витрине икона Богоматери – подарок Ивану Олексинскому на свадьбу от Аделаиды Соковниной. Впрочем, подпись на оборотной стороне затерта. Это было сделано сознательно. После революции иметь у себя такую святыню было опасно. Сами имена врачевателей душ и телес, врачи и священнослужители московских общин сестер Милосердия пытались стереть из истории. Теперь их потомки и историки по крупицам восстанавливают справедливость. Самая главная, мне кажется, цель, смысл – как раз показать именно эту добродетель Милосердия. Сегодня, вы знаете, что несмотря на то, что некоторым кажется ковид ушел, мы все прекрасно, каждая семья, каждый из вас прекрасно понимает, что делали и делают сегодня врачи в красных зонах и в реанимации. Так же было и много веков назад, и много десятилетий назад. На выставке «Врачеватели душ и телес», подготовленной фондом Елисоветинско-Сергиевское просветительское общество, представлены уникальные экспонаты из Госархива Московской области, Государственной публичной исторической библиотеки, Марфа-Мариинской обители, Свято-Екатерининского женского монастыря и семейных коллекций. Многие впервые. Выставка очень радует совершенно разными своими ипостасями, разными своими сторонами. Мы задумывали ее как выставку, посвященную и героизму, и самопожертвованию, и медицине, и мужеству, и терпению, и всем тем крестьянским добродетелям, без которых нам не прожить. Выставка «Врачеватели душ и телес» в Музее православного просветительского центра «Усово-Спасское» продлится до 20 сентября. Подробную информацию об экспонатах посетителя могут получить по QR-кодам.